Доброе утро! Что у нас нового? Сегодня 9 число, уже 9 августа, коллеги. Время летит просто невероятной скоростью. 6 числа у нас прошел телемост. Вы слышали новости последние, то есть то, что у нас, я просто напомню, быстренько пробегусь о том, что у нас появилась возможность проплачивать по всему миру, то есть это новые карты. У нас новые лендинги. Сейчас просто невероятной красоты и очень-очень хорошего уровня профессионального. У нас, коллеги, сейчас буквально вот сегодня-завтра я уже размещу в нашем общем чате, будьте внимательны, три новых ролика, которые будут помогать нам продвигать сейчас наше мероприятие. Также я скажу об этом, остановлюсь. То есть у нас новый кабинет, который, я так понимаю, не совсем удалось продемонстрировать во всей красе, но буквально со дня на день мы ожидаем этого. Также у нас новые языки, у нас новое строительство в Австралии. Я надеюсь, вы все ознакомлены уже с последними новостями на сайте. И у нас сейчас еще редактируется новая система рассылок. Поэтому, коллеги, мы сейчас постоянно вот работаем с сервисом, стараемся делать максимально все, что возможно. И я бы всем, кто не успел в субботу прослушать этот вебинар, этот телемост, еще раз советовала бы это сделать. И, естественно, ознакомить всех своих. Поэтому самостоятельно, пожалуйста, еще раз ознакомьтесь, прослушайте. Следующий у нас акцент на наше мероприятие, которое состоится в Берлине. Уже сейчас идет грандиозная подготовка. Я надеюсь, вы все знаете. Коллеги, я не читаю сейчас то, что вы пишете в чате. Как мы договариваемся, мы всегда в конце уже имеем обратную связь. Ваши вопросы, предложения и так далее. Итак, 23-24 сентября. У нас грандиозное событие, у нас мировая презентация. Сейчас особый делаю акцент на то, что, пожалуйста, уже сейчас готовьте свои группы. Собирайте людей, уточняйте у своих партнеров, кто конкретно планирует поехать, может поехать. Может быть, кому-то вы даже сможете помочь с организованием такую поездку. Это будет, конечно, уникальнейшее событие, которое даст очень-очень большой резерв силы и энергии, и знаний, и понимания, и импульса уверенности и так далее для дальнейшей работы. Поэтому, коллеги, в своих регионах, пожалуйста, сорганизуйте людей максимально. Делайте отдельные встречи в скайп, делайте отдельные встречи, дополнительные встречи на ваших презентациях. Об этом проговаривайте на каждом вебинаре, если вы таковые ведете. Ну и, соответственно, персональные встречи с вашими партнерами. Те, кто планирует, возможно, подключиться сейчас к активной работе, делайте, пожалуйста, на этом акцент. Что в помощь? Как я уже сказала для вас, выпущено три очень хороших профессиональных ролика. Я очень хотела вам сегодня их предоставить и уже показать. Но вы понимаете, сейчас мы находимся на таком этапе, сейчас они согласовываются, уточняются, редактируются, чтобы, как мы все время говорим, ни одна запятая, ни одно слово нас не могли где-то урезать, усечь или каким-то образом нас, в общем-то, не так отредактировать. Поэтому, коллеги, буквально в ближайший день-два смотрите внимательно, я поставлю эти ролики для вашей работы. Они будут именно в помощь. Значит, это маленький ролик по инотранс, очень короткий, очень четко проговаривающий, что это конкретно за мероприятие. То есть за вас уже сделана просто прекраснейшая работа. И второй, подробнейшее, подробнейшее описание, тоже сделано очень профессионально, очень понятно по мероприятиям и как приобрести билеты, как туда приехать. То есть все полностью, ничего вам даже самим рассказывать не нужно. Ваша задача остается только в том, чтобы сорганизовать людей и все до них это довести. Я надеюсь, с этим понятно. Теперь, коллеги, следующее у нас мероприятие, следующий телемост, который планируется очень-очень быть таким насыщенным, серьезным. Это также в плане организации мероприятия в Берлине 10-го числа, 10-го, 8-го. Пожалуйста, прямо сейчас запишите себе уже план следующего месяца. Вы видите, я здесь написала 10-е, 0-8-е, это опечатка, коллеги, 10-е, 0-9-е, то есть 10-го сентября. То есть это не завтра, это 10-е сентября. Это опечатка, делаю на этом акцент. У нас будет следующий региональный телемост. Но он будет построен особенным образом. То есть в этот день мы рекомендуем всех, и не просто рекомендуем, а просим, чтобы все вы собирали именно в этот день ваши группы, ваши команды. У нас будет прямое подключение, будут ваши вопросы-ответы. То есть все, что связано уже с подготовкой, с поездкой, с организацией, с очень серьезными новостями, которые будут. Поэтому, коллеги, в ваших расписаниях, которые вы будете присылать мне на сентябрь месяц, пожалуйста, уже фиксируйте эту дату. И уже сейчас планируйте и озвучивайте на своих презентациях, что в этот день мы собираемся все вместе. Мы сделаем очень компактный телемост, чтобы долго не засиживаться прям по конкретным вопросам, по новостям, по организации поездки. Поэтому я думаю, это всем будет очень-очень полезно. Следующий момент, коллеги. То есть я надеюсь, вы поняли, зафиксировали. Еще раз прошу прощения за ошибку. То есть 10.09. Я обязательно продублирую это в нашем общем чате. Следующий, коллеги, момент, который тоже хотела бы на чем акцентировать ваше внимание – отчетный период. Вы видите, что я здесь пометила, что форму отчета заполнять нужно только один раз. И эту форму заполняет региональный лидер. Членам лидерского совета такую форму заполнять не нужно. Но что бы я просила от ваших команд? Это помощи для региональных лидеров. Я знаю, что во многих странах, например, в Германии, в Латвии, в Эстонии и так далее, у нас большие сейчас лидерские советы. И в других российских городах также большие лидерские советы. И очень много членов советов работают в разных городах. Поэтому, пожалуйста, своевременно предоставляйте информацию руководителям, региональным лидерам, то есть людям, которые ответственны за эту отчетность, за планирование, за вашу общую организацию. Пожалуйста, в уважении, своевременно подавайте информацию и на что делаю акцент в этом отчете. Коллеги, я еще раз просто напоминаю, создайте папку, в которую вы будете постоянно, все вместе у вас будет доступ. Дайте вашим региональным советам, людям, которые у вас работают в команде, доступ, чтобы они могли добавлять фотографии проведения мероприятий. В этот раз за июль месяц, то есть в первых числах августа, был первый раз заполнена эта форма. Коллеги, не нужно, сразу говорю, не нужно писать никакие долгие плакаты. Вот как звучит вопрос, поставить даты мероприятий. Значит, вы ставите только цифры и город. Не нужно делать описание, мой офис работает с 5 до 10 и так далее, и так далее, полное расписание, целый вот такой вот плакат. Этого делать не нужно. Этого никто не читает. Нам нужны четкие данные для того, чтобы мы посмотрели ход вашей работы, динамику, для того, чтобы мы могли проанализировать ситуацию, мы могли проанализировать тот продукт, который мы предлагаем, те пакеты и так далее, и так далее. И, естественно, чтобы ваши коллеги, ваши люди, ваши инвесторы в ваших городах легко могли увидеть ваши фотографии на всех ресурсах, таблицах и так далее, и так далее. Поэтому идем дальше. Дайте, пожалуйста, обратную связь, что с этим все понятно. И в эту форму отчета вы прикрепляете только адрес этой папки, которую вы самостоятельно, как региональный лидер, создали на Яндекс.Диске. Я надеюсь, с этим понятно. Замечательно. Замечательно, коллеги. Поэтому самостоятельно загруживайте, можете свои презентации, можете какие-то свои материалы туда загрузить. То есть, это ваша персональная папка вашего региона, либо страны. То есть, там самые наилучшие фотографии и так далее. Следующий момент, коллеги. То, что касается брошюр и материалов. На сегодняшний момент очень много вопросов, где заказать, куда платить. Сейчас мы получили одно из последних подтверждений, говорящих о том, что на сегодняшний момент также к берлинской международной презентации, которые мы все очень готовим, все это для нас просто, вот, вы даже не представляете, какого уровня события. Мы еще все, наверное, не представляем, пока мы не побываем там. Также готовятся материалы. Материалы очень хорошего качества. Поэтому, на сегодняшний момент нам подтвердили непосредственно Надежда Косарева, которая ответственна за это, что готовятся такие материалы и в ближайшие дни также будет сформирован и подключен магазин, где вы самостоятельно можете выкупать эти материалы на русском, на английском языке в очень хорошем качестве. И на сегодняшний момент принято решение, что самостоятельно никакие скрипты никому не отправляются, потому что невозможно проконтролировать уровень и качество тех брошюр, которые будут люди самостоятельно печатать. Поэтому на сегодняшний момент мы ожидаем подключения этого магазина. То есть вы самостоятельно, как региональный лидер, заходите, оставляете заявку. Например, вот я региональный лидер по Эстонии. Я захожу, оставляю заявку на 300 штук брошюр для работы с инвесторами. Там будет несколько видов брошюр для работы с инвесторами на английском языке. Или на сегодняшний момент это на английском языке, на эстонском или на других языках это будет чуть позже, скорее всего. Поэтому, коллеги, я надеюсь, с этим также понятно. Материалы будут, материалы, возможно, будет приобрести в Берлине также. Но мы сейчас ожидаем еще предварительный, уже предварительный заказ можно сделать, можно сделать, уже будет в личном кабинете. Вся дополнительная информация также обязательно будет. Затем мы можем сорганизоваться и, например, если это касается европейского региона, мы можем отправить это автобусом, например, в Эстонию или в Латвию. И затем уже переслать более бюджетно тем регионам европейским, где были заказы. То есть это все решаемо. Но на сегодняшний момент еще раз уточняю, подтверждаю и передаю просьбу от руководства компании о том, что все материалы, все ролики, все лендинги и особенно брошюры у нас должны быть идеального качества, очень хорошего уровня. Я надеюсь, только это все и поддерживают. С этим также понятно. То, что следующий момент касается страницы региональных лидеров, коллеги, у нас в этом месяце добавились новые региональные лидеры Греции, Польши, Черногории, Бельгии, Голландии. У нас новые региональные лидеры в Германии, в Индонезии. Поэтому еще раз напоминаю вам, чтобы вы на мой e-mail, на мою почту прислали свою фотографию с вашими координатами, телефоном для размещения на страницу нашего сайта. Те региональные лидеры, либо члены советов ваших команд, которые уже прислали мне такие фотографии, на этой неделе будут все размещены на нашей странице сайта. Небольшая была задержка только по той причине, что мы немножко комплектовали эти фотографии и ожидали, не отвлекали наших специалистов IT-отдела, которые этим занимаются. Потому что очень-очень торопились и торопимся максимально быстрее открыть страницы нового сайта. Поэтому, коллеги, еще раз подтверждаю, на этой неделе я абсолютно все пересылаю и мы надеемся, что мы на этой неделе всех увидим. Все, кто доприслал мне ваши фотографии. Следующий момент, коллеги, вот сейчас хотела бы еще раз обратить внимание на 10 сентября. Пожалуйста, сейчас уже сорганизуйте всех своих людей, уже сейчас формируйте презентации. Мы сейчас ожидаем эти прекрасные уникальные ролики, которые очень четко, корректно говорят нам о нашей подготовке к мероприятиям. Но наша задача, конечно, сорганизовать группы и, возможно, даже сорганизовать автобусы. Как пример, я могу сказать, что на сегодняшний момент, я знаю, что с Прибалтики уедут много автобусов, но к нам также присоединяются и могут присоединиться люди, которые живут, например, в Москве, которые живут в Санкт-Петербурге. Это не так дорого, это 15, условно, 12 евро доехать на автобусе на Сталин. Вы можете нашим автобусом также присоединиться и поехать. Вопрос просто организовать и поставить этот вопрос очень четко. Коллеги, уже 80 регионов, то есть 80 стран наших инвесторов. Мы разрастаемся просто семимильными шагами. После сентябрьских событий у нас будет еще более расширенная работа. На сегодняшний момент я могу вам сказать, что непосредственно на август я очень серьезно прорабатываю все регионы и смотрю, где есть активные люди. Но также, как руководители региональных лидерских структур, но, коллеги, вы также руководители. Вы руководители своих команд, своих регионов. Я очень рекомендую вам сделать такую ревизию прямо в этом месяце. И очень прошу вас проделать эту работу вместе со мной. Посмотрите в ваших структурах, кто у вас в ваших структурах, в ваших регионах есть активные люди, есть активные партнеры, которые планируют, которые уже работают в других регионах и могли бы также стать региональными лидерами. Поэтому предлагайте эти кандидатуры. Я хотела бы еще раз просто сказать о том, что, конечно, приоритетом является то, что человек активно начинает работать, строит структуру, обучается очень легко, самостоятельно проводит презентации и, естественно, проявляет инициативу. Это очень важно. Отслеживайте таких людей, рекомендуйте их. Мы выходим на скайп, оговариваем, проговариваем человеку. Возможно, он просто не знает, что существуют такие возможности или думает, что нужно обладать какими-то сверхъестественными способностями для того, чтобы рассказывать, показывать и говорить. Поэтому помогаем, продвигаем. Давайте мы это делаем совместно. И я думаю, это будет только на пользу всем нам. Следующий момент, который мы сегодня хотели бы проговорить, это обучение через действие делаем лидеры. Это та самая система повторения или система дубликации, с которой все знакомы. Здесь все региональные лидеры, здесь все люди, которые имеют опыт работы. Небольшое напоминание. Давайте еще раз просто пройдемся и напомним о том, что мы говорили с августа месяца в наших презентациях, на наших рабочих встречах мы будем делать на это акценты. Коллеги, по тем вопросам, которые мы сейчас проговорили, есть ли вопросы, давайте мы сделаем обратную связь и продолжим. Так, всем добрый день, что за число 27 июля? 27 июля, я напоминаю, это число, отчетный период. Для всех, кто еще не знает, может быть, новые региональные лидеры. Условно, 27-го, коллеги, ну кто-то говорит, 27-го я был в дороге. Ну это значит 28-го, 29-го. Но эти 2-3 дня плюс-минус вы уже планируете следующий месяц, вы уже знаете, какие мероприятия у вас проводятся. Один раз взяли и заполнили форму. Еще раз напоминаю, это касается только региональных лидеров, которыми мы заключили или заключим соглашение. И как вы понимаете, соглашение это вторично важно, что вы реально физически делаете, какие вы имеете уже на сегодняшний момент результаты, это самый важный показатель. Поэтому никакой бюрократии, у нас с этим все просто и понятно. Так, всем прекрасного настроения, коллеги, на это также благодарим. Так, всем доброго дня. Есть ли еще какие-то вопросы? Словакия в настоящее время, из Греции. Франтишек, также вас приветствую. Греческий привет из Солнышка. Так, планируется ли продажа в магазинах брендовой одежды с логотипами? Конечно, планируется не только одежда, и я не буду забегать вперед, но сейчас просто супер красивейшие различные и закладки, и брошюры, и наклейки на машины, и также другие материалы. Коллеги, скоро увидите очень хорошие резолюции, качество вас это все порадует. Все это готовится. Можно ли и как присоединиться к московской группе, выезжающей в Берлин? Дворцова Татьяна. Отлично. Так, каким образом присоединиться? Коллеги, это нужно написать мне в личку, и я вас присоединю в чат. В чат Москва. Там все наши коллеги, которые вам просто подскажутся, ориентируются. На сегодняшний момент в Москве таким, как сказать, организатором является и проведение мероприятий, и доведение информации, и организация Максим Ведро. Поэтому вы можете у него уточнить, поставить этот вопрос. А лучше, если вы проживаете в Москве и самостоятельно проявите такую инициативу, таким образом все являются здесь руководителями, и организуете эту поездку. Следующий момент. Так, планируется ли продажа в магазинах брендовой одежды, логотипом? Владимир. Да, планирует. Да, уже ответил. Отлично. 27. Отражено на первом слайде, где речь идет по... Именно. Так, еще раз, отчетный период. Так, Инна Транс. На каком первом слайде? Уточните. Да. Значит, 27 июля отражено на первом слайде, где идет речь об Инна Трансе. Коллеги, 23 и 24 я вижу Инна Транс. 27 это отчетный период. Скажите, Виктор, все в порядке, все для вас понятно, и тогда идем дальше. Коллеги, давайте, знаете, вот сделаем теперь акцент. Я не зря рабочая встреча со своей группой «Сделай лидера» просто выделила сегодняшний момент. Давайте немножко проговорим относительно дубликации. Все, сейчас мы вопросы закрываем, давайте сконцентрируем наше внимание на вопросе сотрудничества. До этого момента у нас очень много мы говорили о том, чтобы поддержать проект. Это так, это действительно актуально и будет актуально. Мы это и делаем. Но давайте сейчас уже более расширенно разворачиваем тему работы сотрудничества. То есть дубликации. Очень много вопросов, когда приходят к нам на презентации люди просто с таким импульсом, с горящими глазами, с чего начать, как работать, куда бежать и так далее. Конечно, делается очень много ошибок и нашими инвесторами, нашими начинающими партнерами. Поэтому очень важно сразу давать правильные ориентиры. Не просто рассказывать про прекрасные пакеты, которые на сегодняшний день у нас просто шикарнейшие предложения, но и про простые шаги про систему сотрудничества. С чего вообще это начинается и что это такое? Вот давайте буквально три шага. Чем проще понимание системы, тем лучше. У нас на сегодняшний момент, вы также видели, уже у нас в папке есть презентация маркетинг-плана. Знаете, видели. Дайте обратную связь, чтобы я тоже понимала, что мы говорим на одни и те же вещи. У нас есть прекраснейший маркетинг. Это также вы знаете. У нас есть прекраснейшая система работы и сотрудничества. Но когда мы встречаемся с нашими партнерами, очень важно вот сразу дать им ориентир. И ориентир иметь для себя. Очень много вопросов. Вот сейчас и просто из обратной связи. С чего начинать? Я готов работать. Я созрел. Я надеюсь, у вас тоже есть такие люди. У вас есть такие люди? Вот подтвердите. Я надеюсь, что да. На что сейчас делается акцент? Когда приходят люди, им важно показать два-три шага самых простых для запоминания первых шагов. И вы знаете, что самое первое, вот может быть даже не действие, а самое первое, это ваша собственная установка, если вы планируете или ваши люди планируют развивать свои собственные структуры, установка, кого вы ищете. Вот просто как простой пример. Когда говорят, ну что нужно делать? Нужно искать людей, нужно им предлагать инвестиции, нужно работать и так далее. Понимаете, это такая пространственная информация, она сразу человека ставит в тупик. Он не понимает, на что сфокусироваться. Потому что наш проект, наш информационный поток, он просто какой-то многомерный. И невозможно это все вместить. И человек иногда сжимается, говорит, ну хорошо, я поизучаю и так далее. Поэтому давайте вот я с вами просто еще раз вместе, совместно. Я хотела бы коллеге вам сказать о том, у нас не обучающие рабочие встречи, да, это не тренинговые, это отдельные мотивационные вещи, которые надо делать. Сейчас мы просто проговариваем те акценты, которые актуальны именно сейчас и которые могут нам всем помочь в дальнейшей работе. Итак, система повторения для любых новых людей. Первая это установка, конкретно кого искать. Рекомендуйте, пожалуйста, и применяйте это сами. Это очень хорошо работает. Вот я человек, например, как человек, который хотел бы только работать. Первая установка, я ищу партнеров, коллеги. Как только эта мысль возникает у меня во голове, либо у того человека, с которым вы разговариваете, ориентируйте на это. Сразу создается поле из соответствующих людей. Как только я говорю, мне нужно найти людей, вам просто это информационное поле, что называется, события, обстоятельства дают просто людей, с которыми начинается, что называется, что в лес, что под рова ситуация. Итак, первый, первый самый пункт, я ищу партнеров. Я ищу партнеров, с которыми я буду сотрудничать. При встрече с такими людьми, при встрече с людьми, которые подтверждают о том, что они хотели бы посотрудничать, проговаривайте всего три шага. То же самое. Показывайте им правильное действие. Показывайте маркетинг. И самый первый шаг. Может быть, нет смысла изучать полностью весь маркетинг, хотя люди интересуются, смотрят. Но ориентируйте на первый шаг сделать сразу лидера. Показывайте, как это просто сделать. Может быть, на первых порах не стоит показывать всю презентацию. Самый первый шаг. При разговоре с человеком, который проявляет инициативу, показывайте, что как просто и легко это сделать. Ты сам делаешь на 200 и приглашаешь три человека. И ты это делаешь постоянно. И ты обучаешь своих людей делать то же самое. Это просто. Ты получаешь сразу бонусное вознаграждение шести уровней. Как делаю я, как делают многие мои коллеги, которые также уже просто делают эти простые шаги. У нас есть замечательные пакеты. Пожалуйста, распечатайте для себя обычный листок с такими пакетами. Вот он выглядит вот таким образом. И вы прямо карандашом можете рисовать вот здесь кружочки и показывать, что вы можете для того, чтобы сделать 200 евро, не обязательно заходить с пакетом бизнес на 200. Вы можете зайти с любым из этих пакетов, как пример. То есть это как выбор без выбора. Например, вы можете зайти с пакетом сеньор и оплатить сразу за 4 месяца. Вот вы сделали сразу 200. Вы оплатили сумму 200. И то же самое покажите вашим партнерам, которые изъявили желание работать. Не просто попробуй какая-то сумма, но какая у тебя нет. Какая у тебя есть или у тебя ее нет. Нет, сразу ориентируйте на один из этих пакетов, но чтобы в сумме проплаты этого месяца было сразу 200. То есть либо это пакет 200. Я всегда, например, начинаю с этого пакета. Да, человек может сказать, это большая сумма для того, чтобы не проплачивать в течение каждого месяца для начала. Это может быть этот пакет, но тогда нужно оплатить 2 раза в месяц. И самый супер легкий пакет это сеньор, где осуществляется проплата сразу за 4 месяца. И у человека есть очень комфортный период для того, чтобы он мог работать. То есть ему не нужно бежать уже на следующий месяц, думать, где оплатить и так далее. Но он может спокойно заниматься с партнерами, он может спокойно приглашать людей и пополнять свой бонусный счет. Поэтому это как возможный вариант. Итак, просто правильная установка. Не просто какой-то любой пакет, а самый первый, ориентир. Это сразу проплата на 200 долларов. Коллеги, вот ваша обратная связь. Вы согласны с этим? Это очень правильно, это очень помогает. Даже если у вашего активного человека, либо у вашего партнера есть такие активные люди, на этот момент нет таких денег. Но он просто вот загорел с этим проектом и планирует работать. Помогите ему осуществить эту проплату. Объясните ему, насколько это выгодно сразу сделать в течение месяца статус лидера. Мы в прошлый раз говорили, что это наш бизнес, и каждый бизнесмен понимает, что это вкладывание в свой собственный бизнес. Коллеги, давайте сделаем простой вот расчет. Вы помогаете своему приглашенному партнеру осуществить проплату на 4 месяца по 50. То есть 200 вы ему условно помогли проплатить. То есть вы свои собственные деньги выгодно вкладываете под очень хороший процент. Вам эти деньги вернутся? Но в течение месяца вы просто, держа этого человека за руку, помогаете в комфортном этапе и периоде проработать всю его клиентскую базу. Оффлайн, онлайн и так далее. Это очень простые шаги. И человек спокоен и комфортно понимает, работает, что делает. И он ищет и делает точно такие же шаги, как он сделал сам. То есть система дубликации – это самое-самое простейшее, что только может быть. Но только нужно это делать физически и сразу сакцентировать на это внимание. Поэтому самые простые шаги делаю лидера сам и учу всех остальных делать статус лидера. Коллеги, ну это же просто. Скажите. Да, может кто-то сказать, что это просто, это такая монотонная работа. Да, но применяйте свое творчество. Это же супер, это здорово. Совершенству, как мы все время говорим, предела нету. Поэтому это все просто. Первое – установка. У меня есть финансовые возможности, у меня есть ресурсы. И я ищу партнеров. Я не просто распыляю свою энергию, время и знания, а я сразу фокусируюсь. И прямо запишите себе в этом месяце 10 новых партнеров. Не просто инвесторов, не просто инвесторов, партнеров. Тогда все обстоятельства, все события будут подстраиваться под это. Как только в вашем голове, в ваших клетках, в вашем излучении появляется, в вашем сознании появляется это намерение, моментально вокруг вас создается такое поле. И в это поле, вы знаете, притягиваются люди, обстоятельства и все работает. И это именно так работает. Это просто. И, естественно, шаг за шагом делается одно действие. Вот когда, кстати, задают вопрос, ну нужно же сделать для лидера 2000 объем. Коллеги, это так же просто. Вот посмотрите, на 200, следующий месяц еще проплачивается 200. Кто-то оплачивает более крупные пакеты и так далее. Но первые шаги – это просто. Это могут быть ваши друзья, самая первая линия. Ваши близкие, братья и сестры, родственники – это сделать за один месяц очень легко. Но вы сразу становитесь на хороший уровень, сразу на хороший статус. Ничего, как мы говорим, не пропускайте сквозь пальцы и работайте комфортно. Просто покажите эти шаги своим коллегам. Поэтому, как только выбирается пакет, вы берете своего партнера за руку и 2-3 месяца просто помогайте ему делать то же самое. И все. Это просто и очень просто. И все абсолютно успешные лидеры вам скажут, что бизнес начинается с первого партнера. Как только в вашей связке, в вашей команде, в вашей руке появился человек, который сказал, да, я хочу работать, я хочу делать, только скажи мне, что нужно делать, какие шаги. И очень правильно на первых порах не перегружать никакой информации. Поэтому обучайте своих людей, показывайте, напоминайте эту систему дубликации, и у вас очень-очень быстро будут расти ваши структуры. Коллеги, есть ли какие-то предложения, обратная связь, рекомендации, замечания, ваш опыт? Давайте делитесь. У нас рабочая встреча. Поэтому вот мы сегодня просто сделали на этом акцент. Это важно. Уже с этого месяца мы будем дальше-дальше идти по постпостоянной, расширенной такой вот программе, акцентируя внимание на систему дубликации. Коллеги, дайте обратную связь. Так, я вижу, вопросов нет. Всем все понятно, это просто. Да, Франтишек, спасибо. Это просто, и поэтому, сделай лидера, давайте мы запускаем все такую программу в своих рабочих встречах, в своих, именно легкую программу, которая не нагружает людей, не дает, знаете, такой вот период загрузки, долгого изучения. Просто простые шаги. Да, я думаю, это все понятно. Просто будем это отрабатывать, отчеканивать на наших презентациях. У нас все обучение идет через действие. Вы увидите обратную связь. Больше задавайте вопросов в аудитории, что непонятно. Вам люди сами подскажут, где какие-то вот, ну, загвоздки. Вы знаете, я хотела бы поделиться. У нас очень хорошая была рабочая встреча в Санкт-Петербурге. Сейчас вот я нахожусь в Таллине. Мы также проведем такую рабочую встречу. Люди просто остались довольны. И у нас на нашей презентации пять новых регистраций. После такой встречи мы просто предложили пройти компьютеру и осуществить самый первый шаг. Это регистрация и затем следующие шаги сделать лидера. И просто показываем, как это сделать. Это просто. Поэтому, коллеги, наша уникальная технология, наше юридическое обоснование, наши прекрасные пакеты. Все это есть в наших замечательных презентациях, но также добавляете именно свою изюминку, свое дыхание, свой импульс в работу, в те абсолютно простые шаги, которые мы делаем по системе дубликации. И мы будем двигаться и двигаться дальше, наращивая наш профессионализм и совместную работу. Итак, коллеги, акцент и задание для всех в этом месяце – проработать свои группы, свои структуры, свои регионы, возможно, новые регионы, там, где у вас есть активисты. И давайте мы проделаем большую работу для того, чтобы в следующем месяце, в сентябре, мы просто очень расширили нашу географию наших региональных представителей. Коллеги, на сегодня это все, о чем я хотела сказать вам. Теперь ваши вопросы, ваша обратная связь. Есть ли нам что обсудить? Если нет, мы будем завершать. Если есть, я готова ваши вопросы выслушать. Выслушать. Спасибо. Вам также огромное спасибо. Мне всегда очень нравится благодарить вас, потому что мы как единый организм идем вместе. Никто ни выше, ни ниже. Мы все абсолютно равнозначны. Делаем одно единое дело. Поэтому огромная благодарность, что вы все есть и что мы все есть. Так, у меня вопрос выше. Сейчас один момент смотрим. Так. Подскажите, как начинать переговоры с потенциальным инвестором? Одновременно с заказчиком. Я сейчас в Болгарии, в зоне туризма. Хочу поговорить с владельцами курорта по поводу енибайков. Коллеги, так, не знаю, с чего начать. Есть ли у кого-то личный положительный опыт? Благодарю. Коллеги, вы знаете, все, что связано с работой по енибайкам, по самой технологии, по адресным проектам. Я вам очень советовала связываться с Владимиром Масламом или с Сергеем Сибиряковым, которые именно у нас специалисты в этом направлении и очень много ведут переговоры с таким уровнем людей. Поэтому, смотря, какую задачу вы ставите, вы хотите просто этого человека привлечь как инвестора, вы хотите в него втолкнуть очень много информации, смотря, что вы имеете в виду. Вы хотите в этом городе или в этом регионе предложить строительство енибайков. Очень четко понимайте, для какой задачи, к кому вы идете и что вы хотите презентовать. Это важно. Понимаете? У нас есть целый ряд не негативных, а непрофессиональных, так скажем, встреч. И люди просто разочаровываются, идет очень сильный отток энергетический, у человека руки опускаются, ему нужен опять какой-то период напитаться силой, энергии, знамя для того, чтобы пойти дальше. Поэтому не старайтесь сразу, это касается, ну, я думаю, вы все об этом знаете, ваших новых людей, идти сразу к депутатам, к директорам банков и к мэрам, пэрам и так далее. Вы знаете, что сейчас в октябре, в октябре, начале ноября, точные даты будут всем озвучены в ближайшее время, уже готовится президентский ложе, уже готовится серьезнейшее мероприятие, которое мы все будем наблюдать, но это закрытое мероприятие, поэтому вот туда вы можете приглашать людей. Не старайтесь сами проводить такие встречи, если вы чувствуете, что не являетесь экспертом в этом. Лучше попросите совместную встречу либо в скайп, либо каким-то другим образом, но подготовьтесь к этому. И знаете, самая лучшая подготовка, я могу сказать, из собственного опыта, это ваша собственная наработка, построение команды, когда вы уже прошли определенный круг людей, когда вы наработали, в общем-то, свой, знаете, сленг, свой фирменный стиль подачи информации, когда вы готовы ответить абсолютно на любой вопрос, когда вы чувствуете себя уверенно, вот тогда вы можете это делать. Поэтому вот мой, как бы, ответ такой. Есть ли еще какие-то вопросы? Хорошо поняла, большой спастяк, именно поэтому боюсь испортить рынок. Не надо ничего бояться. Коллеги, вот если вы чего-то боитесь, сразу говорю, что это будет нулевой результат. Идите туда, где вы не боитесь, где вы можете комфортно, спокойно рассказать. Начните со своего круга знакомых, дальних знакомых и так далее. Даже не самых близких родственников, как правило. Поэтому это чисто, это только вот мы все время, вы видите, я пишу, обучение через действия. Когда вы, как знаете, хороший актер, если вы совершили 10 заготовок, вы обязательно провалитесь. Если осуществили условно 300 заготовок, да, каким образом вы это сделаете, вы можете победить, вы можете выиграть, вы можете блеснуть. Но когда у вас есть 3000 заготовки условно, все, вы мастер, вы просто непрогибаемы, вы владеете ситуацией полностью. Поэтому нарабатывайте, пока опыт, может быть, это не к вам относится, а именно к вашим партнерам. Поэтому все абсолютно нормально. Да, мы всегда что-то делаем первый раз, это супер. Но когда вы почувствуете себя уверенно, тогда приглашайте уже такого уровня или ведите переговоры с таким уровнем людей. И я очень не рекомендую делать это один на один, лучше это делать уже со специалистом, когда вас двое и один человек, которому вы хотите это предложить. Поэтому, коллеги, еще раз фокусируемся на привлечении партнеров. Это то, что вам поможет отточить ваши все умения и ваше могущество от слова могу, могу все. Вот когда это появляется внутри, тогда можно идти. Какие еще есть вопросы? Коллеги, я смотрю, вопросов больше нет. Приступаем к действиям, к работе. Сейчас у нас текущие месяцы, у нас еще впереди достаточно времени для того, чтобы мы проделали запланированную работу. Но уже сейчас себе, пожалуйста, фиксируйте 10 сентября наш совместный телемост и грандиозное мероприятие. Откуда из Прибалтики выезд на выставку? Кому можно задать вопросы? Я сразу говорю, что в Прибалтике Таллинн это Светлана Соболькова и Рига. Сейчас, если Инната Анжена на площадке, Инната, можешь написать организаторов. Спасибо, Наталья, за вопрос. Мы тогда наших организаторов по Прибалтике, также вместе с информационными роликами, которые я обещала разместить в нашем чате, также просто, как всегда, пункт 1, пункт 2 со всеми координатами размещу в нашем чате. Договорились, коллеги? Так и сделаем. В Берлине какой отель надо бронировать? Коллеги, это самостоятельно, вы смотрите через Facebook, можете это делать. Поэтому я и говорю, что это хорошо, если вы это организуете вместе со своими командами и будете вместе в отеле находиться. Итак, коллеги, вопросов больше нет, мы будем завершать нашу встречу. У нас много рабочих вопросов. Да, Инна, это благодарю тебя. Благодарю. Я обязательно продублирую это еще в чате всех организаторов. А также, если вы являетесь организатором в своем регионе, вы можете самостоятельно в чате написать в нашем чате региональных лидеров одну строчку. Организатор поездки в Берлин город, допустим, Урюпинск, да, или организатор поездки в Берлин, там, город Новороссии. Ну, неважно, да, какой город, либо иностранный какой-то город, страна и так далее. Поэтому, коллеги, проявляйте инициативу. На сегодня мы будем завершать. Как всегда, благодарю вас за работу, за сотрудничество. И мы не прощаемся. Всем рабочего прекрасного настроения и всего хорошего. Все остальное у нас в рабочем порядке. Субтитры создавал DimaTorzok